Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в его группу названия 12 лучше чем 6, и сегодня я уже приступаю к третьему акту. Сначала разум мексиканца поглотила темнота, затем он услышал крики и шум выстрелов. Что-то горело, кого-то убивали, из темноты появился образ, черный костюм, татуировка на левой руке, мексиканец с трудом узнал себя, его тело было молодо, а в голове была только злость. Вокруг горел Палас Туан, его банда громила город, а он убивал рейнджеров. Апрель 1868 год, Палас Туан. Это я так понимаю воспоминания, да? А, да здесь не в некого стрелять. Джеффи, босс, вы все сделали, рейнджеры разбиты, местные разбегаются. Ты слышал, что я говорил, Пустос? Все рейнджеры должны быть убиты, я хочу увидеть голову каждого белого ублюдка со звездой. Но, Хесус, парни уже начали погружать золото в телеги, скоро сюда приедут военные. Так, проверяет револьвер. Грузите золото дальше, я сам добью этих гринга. Город сжечь. Все, кто посмеет хотя бы оглянуться, убить. Да, Хесус. Эти идиоты пытались спрятаться. Так, а где все остальные улучшения? Сколько ящиков? А, 10 ящиков и еще целое телега оружие. А где мне покупать остальные улучшения? Я только одно улучшение купил. Гринга надолго запомнят нас. Так, что там? Я туда зайти не могу. А, здесь все тихо, Хесус. Так, засели в северные части города, Хесус. Так, тут у нас тупик. А, мне давно нужны... Что? Так, ну здесь по-любому уже враги. Ой. Я не знал, что они сразу вот так вот убегут за мной. Больше никого нет. Так, одну точку я зачистил. Так, у меня что-то совсем патронов нет. Так... Так... Это не он. Где же Сэмми? Так, тут пулемет, что ли, где-то? Так, вот. Рейнджер Сэм. Мои люди до конца защищали меня. Клянусь, если бы я мог, я бы пригрызть себе горло. Ты последний рейнджер в этом городе и главный во всем Техасе. Бывший главный. Твою голову я повешу над входом в моем доме. Скоро здесь будет капитан Ричард с тремя сотнями конников. Ты обречен, Хесус. Тебе не увезти. Золото далеко. Тут ты ошибаешься, Гринго. От границы к нам едет подкрепление. Капитан Ричард едет на бой с бандой. А ждать его будет настоящая армия. Будь ты проклят. Что же плохого я сделал, рейнджер? Это вы приехали на чужую землю. Разрушили чужие города. Обратили в рабство народа и ограбили дом их предков. Город моих предков стоял сотни лет, пока твои прадеды не разрушили его. Они сравняли с землей его и построили там свой уродливый свинарник. Мехико. Так, заходится в... Заходится в кашле. Мои предки не испанцы, идиот. Ты не тому мстишь. Все вы захватчики. И всех вас надо сбросить обратно в океан. Проснись, воин. Что? Где ты на севере штата Техас? Август, 1873 год. Что? Где я? Марикон де Мьерта. Успокойся, воин южных племен. Ты долго спал, и сны твои показали твое прошлое. Ты сбежал от воинов седого быка, и мы принесли тебя сюда. Ты узнал, что хотел? Тяжело вздыхает и хватается за голову. Да, черт побери. И мне это ни хрена не понравилось. Ты говорил во сне, и слова твои были жестоки. Ты убивал невинных, и говорил их вождь большего... Злого племени. Именно. Я был главарем банды. Так... Да, какой банды? Это была настоящая армия. Несколько сотен наемников. Свои шахты, бордели, и даже свой мэр. И я действительно перестрелял всех рейнджеров в Палас Туани, и затем сжег его дотла. Но я не помню, как оказался на собственной шахте рабом. И почему никто не пытался меня оттуда вытащить? Мне нужно вспомнить больше, шаман. Боюсь, это невозможно. У меня нет ни нужных трав, ни времени их искать. Да и не могу... Так, да и не смогут прочь... То есть... Да и не смогут они помочь. Я не шучу, старик. Я должен понять, почему из самого вливательного человека в Мексико я превратился в раба. Где взять твоих трав? Купить, украсть, не без разницы. Ты плохо слушаешь, Уайн. Я не смогу тебе помочь. Всю память, что вернул тебе сон, ты уже увидел. Второй сон не вернет тебе большего. Только ты сам. Ищи людей, что помнили тебя. Теперь ты знаешь, где искать. Так, Ветала Верга. Думаешь, если меня бросили подыхать на шахте, меня там все ждут с радостными объятиями? Так, достает курительную трубку. Мне нечего тебе ответить, воин. Поговори с Максом. Я смотрю за тобой. Так, туда меня не пускают. Что-то мне подсказывает, что мне придется с ними воевать. Вы все же очнулись, сэр. Да, и я хочу знать, где я, кто ты, и почему два здоровяка с пушками не выпускают меня отсюда. Вы в приюте, сэр. Меня зовут Макс. Раньше я был просто врачом, но понял, что медицина наживается на больных, и я открыл свою небольшую больницу. Со временем она стала больше, чем больницей. И сюда стали приходить все, кому не выжить в одиночку на западе. Так, все это чертовски скучно и благородно. Напиши потом мемуары. Но я, пожалуй, пойду отсюда. Дай сигнал своим взрывкам, или у тебя будет еще несколько раненых пациентов. Я приютил индейцев, когда они тащили ваше бесчувственное тело, сэр. И именно поэтому я не могу вас отпустить. За вами долг. Хорошо, сколько? Деньги это... Деньги это хорошо, но, боюсь, мне будет нужна ваша помощь другого плана. Видите ли, у меня много недоброжелателей и мало союзников. И какого мне надо для себя убить? Тех, кто вот-вот атакует мой приют. Снаружи раздаются выстрелы. Советуем вам поспешить. Советуем вам поспешить. А, ну сейчас. Самое главное то, что... Так, самое главное то, что одно нажатие на... ...клавиши мыши, это один пристал. Деньги это который видел. Попробую выбор. ...как First to the и считайте ваш долг уплачен сэр надеюсь теперь я могу идти да конечно если будете проездно в удалось и загляните в местный салон вам там всегда будут рады да да теперь отвали так а у вас у а ящики могу снова опускать шкафы так вас ничего купить конечно же нельзя я так понимаю вечно меня заносит куда-то это что дальше я не успел прочитать так у меня по дороге что напали я чуть не пойму блин дальше а так это совершенно другое место теперь волу только не говори что ты с индейцами заодно смотря по какому вопросу столько курить я точно не могу а вот таких как ты ненавижу точно так же как и они но ты же не собираешься меня убивать пока пока что нет а в чем проблема это воины седого быка так они зовут своего вожака они убили всех но я успел убежать мерда он со своим воском за мной что ли кругами по пустыне бродит ладно сейчас разберемся ай-яй-яй-яй блин я застрял а а а а а Продолжение следует... Так, вот где я его... Просмотрел, походу. Так. Вроде никого больше нет. А встреча в пустыне, убежище. Эй, приятель, давно не виделись. Как поживаешь? Чем занят был? Убивал Гринка. Восстанавливал память. Все как всегда. И как успехи? Узнал, что я был предводителем мексиканской банды. И что меня звали Хукесус. Что я действительно убил тех рейнджеров в Палос Тауни. И что кто-то сверг меня, отправив умирать на шахту. А вот кто и зачем, хочу узнать теперь. Черт, приятель, представляю, что у тебя в голове сейчас. Значит, тебя зовут Хукесус, и ты главарь банды. Бывший главарь. Знаешь, как банды назывались? Нет. Знаю, что они одевали исключительно черные костюмы и были очень пафосными ублюдками. Я слышал что-то подобное. Но знаешь, я больше разбираюсь в техасских бандах, чем в мексиканских. Так, значит, ты мне ничем не поможешь. Я не сказал нет. Я слышал про парня в Сан-Антонио. Он ходит в черном костюме. А еще он лучший друг всех мексиканских бандитов. Так, и крайне нелюдим. И зовут его Билл Уотт. Значит, мне надо найти Билла Уоттса в Сан-Антонио. Точно. Только учти, там таких, как ты, не любят. Мягко говоря. Мне не привыкать. Кстати, твой гатлинг привезли. Если надумаешь начать гражданскую войну с ним, свистни. Хе-хе. А где твой безумный сосед? Отправился в паломничество по святым рощам или как-то так. Без него тут хотя бы не так дымно. Так, ну, я думаю, винтовку лучше взять. Так, динамит захвачу. Ну что ж, пошел я. Не получилось. Так, я теперь вообще в другом месте респауню. Почему я каждый раз в других местах респаунусь? Ой. Че-то у меня не получается их убить всех с первого раза. Так, на этот раз я по-простому прошел. Несколько раз у меня не получилось пройти, и игра сама решила. Лекс, я ему помогу пройти. Ой. Ух ты, тут что-то можно новое купить. Так. Иди нахер. Какие вы гостеприимные. Ловкать. Вставляешь по два патрона в оружие за раз. Цена 40 баксов. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я ищу Билла Уотца. Знаете такого? Ты мексикашка. Кажется, не там его ищешь. И где мне его искать? В сарае с твоей мамашей, ублюдок ты эдакий. Пошел вон из моего магазина, если ничего покупать не собираешься. Хватается за пушку. Ты нарываешься, гринго. Руки свои на виду держи, у тебя за спиной казармы миссия Аламу. И если ты хотя бы пернешь в мою сторону, тебя повесят еще до того, как тут перестанет вонять. Сплевывает. Какой у вас гостеприимный городок-то? Гавнюк. Что ты забыл в Сан-Антонио, мексиканец? Выпить разбавленного виски. Снять шлюху. И сплясать в церкви. Я здесь проездом, шериф. Так что не надо меня запугивать. Я вам проблем не создам. Каждый из вас уродов думает, что он тут самый умный. У нас свободная страна, но память на меня отшибла. Делай свои дела и проваливай до заката. А если я здесь заночую? Проснешься в свежевыротой могиле. На закате я хочу видеть твою фигуру уже на горизонте. Все ясно? Есть с ней некуда. Какой недружелюбный город у вас. А может зарабатывать пару баксов, убрав пару бандитов. Интересует? Да? Ой. Перезаряжаться стало намного быстрее. Так. Так, а где враги-то все? Так, вот вижу. Так, четверых вырубил. Но тут еще есть враги. Ммм. У меня просто достаточно до сундука дойти. Так, задание выполнено. Так неплохо было бы. Найти и купить два револьвера в руки. Улучшение. Чтобы можно было два револьвера в руки брать. Так. Может все-таки лучше? Нет, это меня не устраивает. У меня патронов нет. Значит лучше револьвер. Так. сейчас еще кто-то слева придет да да блин откуда не все берутся о я задание отменил так все я вроде как все перестрелял да так на всякий случай убить надо его а вот этот проснулся до говню а так мне придется всех вас перестрелять до чтобы не подошли ко мне со спины я вас хотел пощадить некоторых я вас не хотел трогать всех только те кто мне мешает хотел перестрелять ну-ка по-любому тут в углу так я не вижу барабана он там ходит а его там нет так денег я заработал может еще нет ладно не буду больше терять времени усердно пишет и не отрывает взгляд от бумаги добро пожаловать сэр я рад вас приветствовать в отеле аламу мне нужно поговорить с белым вот там не вид не видели такого нет но я могу предложить вам отличный номер за 5 долларов смотри осмотрит на мексиканца за 50 долларов смысле нет у нас нет нету номеров не намочи штанов и мне не нужны номера бил вот нужен мне вздрагивать не знаю такого спросите у постояльцев или лучше в другом месте да точно в другом месте наверняка про него знают чего чего надо урод сам-то вон с кухни я все застрелил он такая нет не слыхал дай пройду а и пройти не могу так и куда мне идти теперь так вот джимми добро пожаловать на почту меня зовут джимми чем могу помочь может вы знаете белый вот то знаю но не уверен что он вас знает это неважно мне нужно лишь обмолвиться с ним пару слов билл занятой человек и не разговаривает с кем попало но вы можете его заинтересовать чем же в данный момент убила проблемы с индейцами раньше власти нанимали его людей чтобы разобраться с племенами но теперь этим занимаются сами индейцы под руководством седого быка слышал о таком вы хотите чтобы я его убил что о нет нам нужно чтобы правительство отказался от самой идеи сотрудничества с индейцами проберитесь в крепость а лама и наведите там шума испорт используйте этот лук и стрелы их легко узнать и военные сразу поймут что седой бык вышел из-под контроля нам нужно минимум 10 трупов с юго-восточной стороны есть узкий проход в стене так стене салата его иногда проверяет на партии там можно бил вот будет ждать вас на ранчик востоку от города завтра в полдень опять какое-то задание мне дали опа а вот я ах тишь убил меня все-таки скольких мне еще осталось убить было 12 осталось 6 еще четверых надо убить так я думаю убить слуг это обязательно их надо сколько убивать точно так иначе можно что убийство не засчитаться это я так думал может они засчитаются ой 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 я чуть не спалился так если здесь еще люди так задание выполнено да мне в сторону надо поаккуратно аккуратней пройти так 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 я две стрелы подобрал из трех так а если я не буду стрелять из пушки можно обыскать так 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 мне хоть как придется стрелять так так у меня даже оружие нет у меня лук только с тремя стрелами три стрелы это мало так револьвер ну хорошо придется с револьвера стрелять так отлично все же да так так я тут застрял почему я не могу туда пройти то есть когда я первый раз всех почти перестрелял да ой 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 откуда там еще один появился мужик вот непонятно откуда они берутся так Ну, охранник сюда пойдет, нет? Вот две стрелы, это хорошо. Дальше. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Все, со всеми разобрался, да? Так, больше врагов здесь нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, мне нужно добраться до ящика. Ой-ой. Отлично. Так, всех перестрелял. Двухстволка. Так, вот так вот эти задания выполняются. 99 баксов, давайте я еще одно задание выполню. Что-то я не то сделал. Я случайно на Е нажал. Ну. Ну, это я уже не первый раз прохожу. Я знаю, как тут проходить. Я тут уже разработал план. Так, я сюда. так ну и жесткая перестрелка же было успел так ладно я больше не буду рисковать иди на задний двор чего пялишься так может здесь что-то интересное надвер слева тебя туда убил вот кто такой и на какой черт я тебе нужен я слышал про одну мексиканскую банду говорят они носят черные костюмы и еще говорят что их главарь хесус настоящий маньяк хех и кто же так говорит я давно не был в мексике не хесус уже так но хесус уже давно не главный его сместили и теперь он гниет где-то на шахте я даже слышал что он умом тронулся а как и кто же теперь за главного так морщает много вопросов старик я вижу ты безбашенный если в алла мус строил такую резню но лучше тебе помалкивать и делать что скажут долго ты же живешь для человека с такой манеры общения говори что делать чтобы повидаться с вашим главным есть банда бывшие китайские шахтеры они отобрали у нас две шахты в мексике и теперь атаковали одну здесь в техасе надо найти и уничтожить их главаря и как только я его убью я лично представлю тебя нашему говорю и порекомендую дать тебе отряд самых больных головорезов по рукам так тирка ух ты ничего себе интересно у них можно забрать шляпу это так я и и и и и и и Аха! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Непонят. стой не стреляй почему я здесь случайно я не из банды шахтеров я просто рабочий не одержит насильно тогда некому тебя больше держать отсюда до выхода сплошные трупы узкоглазый то есть я могу идти вали мне на тебя плевать можешь разве что рассказать кто эти шахтеры и почему воюет с мексиканской бандой хорошо раньше они были простыми рабочими на шахтах но потом сколотили банду и выгнали своих нанимателей но скоро шахта истощилась и пришлось расширять свои владения захватывая чужие да но только теперь оказалось что шахтеры перешли дорогу какой-то очень большой мексиканской банде и уже несколько составов с трудой было ограблено и сейчас на нас идет настоящая охота все верно я кстати на них и работаю затреться от страха от что значит вы из этих ну да раньше был их головарем смотрит они мигающим взглядом ох и забей и вали отсюда так по любому здесь можно вот эту словно то есть не словами шляпу шляпу китайцев найти как я прошу раз как обвал не пройти так а если я стреляю сюда мне кажется помню нет угла чего откуда он тут взялся тут же тупиков повсюду хорошо я так не понял откуда он взялся у меня за спиной тем более допустим а вот он все понял вот как он сюда прошел так а могу ли я нет не могу нет нет еще такой шляпа ах ты ж я живу ой блин ой зря я разрядил так ладно мне кажется по-любому здесь должна быть шляпа шляпа ну вы и соня все проспали так если что можно за пистолетом вернуться в самом начале есть пистолет так время за пистолетом вернуться потому что стирка с кирками я с ними драться не смогу стиркой они меня быстро убьют так так и ну еще будут прощение ты на почему я убил сразу я же не устрадки мстин а тут тупик и не хочу такую же шляпу как у них я знаю то что здесь можно коллекцию шляп собрать наверное не зря же я взял то есть не зря же у меня две шляпы есть можно и вот эту шляпу взять что-то я не вижу шляпу пусть вот так вот сразу так разряжаем револьвер и берем новый вот китаец ничего себе их скоп так все я всех перебил отлично ухты опять ты ты же ушел в другую сторону я вас впервые я вас впервые вижу черт ладно кто ты нахрен такой машинист меня держит здесь пока не соберут достаточно руды а затем я везу ее в город отлично кажется мне есть идея как свалить отсюда побыстрее что сейчас я вытащу тебя так ты ты повезешь поезд и увезешь меня подальше от своих узкогласых братьев слишком опасно на поезд но на поезда теперь все время нападает а сейчас у нас даже охраны нету что-нибудь придумаю что здесь я найду как тебе я найду как тебя вытащить но я не заткнись хочешь ты этого и нету ты пойдешь со мной так так шляпа удобная шляпа правда пахнет рисом а я же сказал можно у них шляпу найти собрать и черную шляпу тоже мне кажется можно было взять так ну динамит хорошо динамит я собрал и кажется предполагаю что нужно сделать ой ну в принципе дверь я ему открыл а ты меня чуть не убил запрягай свой поезд машинист а я пока найду пушку получше ой да это сложнее чем я думаю так меня ранили отлично подобрать нет не хочу подбирать я ага за ящиком его нельзя убить вот дурак патроны заканчиваются так разряжаю разряжаю Так, что-то я не понял. Здесь и ковбой, и китайцы, да, получается? Ой! Ох! 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 Так, ну чё? Ох! Ага, не достаю я. Так, отлично. Ну чё, на этот раз я справился с тобой, да? Ой. Надо поаккуратней быть, иначе он может меня убить. Блин. Всё отлично. Ага, тут ещё один враг. Ух ты, он чуть меня не убил. Он сверху пришёл, говнюк. Отлично. Блин, а сейчас бы вообще не охота была бы погибнуть. Что это такое? Мерда, машиниста убили. Надо валить, скоро их тут будет слишком много. Ой. Так. Всё, да? Есть ли тут ещё враги? Только время с этим поездом потерял. Где я вообще? Надо что-то там сделать. Мерда, опять они. Индеец, мы ждали тебя. Надеюсь, чтоб доставить мне немного той дури, что вы курите. Мы знаем тебя. Седой бык гневается на тебя. Тихо про себя. А вот это плохо. Племя седого быка покоряет равнины. Люди равнины присоединяются к племени. И скоро мы сможем вступить против бледнолицых. Слушай, я вас полностью поддерживаю. Бледнолицых надо скинуть обратно в океан и вернуть себе все земли. Но ваш метод уничтожения всех племён на своём пути. Ты мешаешь седому быку. Каким образом? Я иду своим путём. И седой бык мне не важен. Седой бык знает, что ты убил бледнолицых в крепости Алама. Знает, что теперь в власти бледнолицых начнут войну с седым быком. Билл Уотт рассказал ему. Дьявол. Билл Уотт знает своё дело. И что теперь? Вы попытаетесь убить меня? Ты великий воин, и седой бык хочет, чтобы его армия состояла из таких воинов. Он хочет, чтобы я работал на него? Ты враг седому быку, но ему нужны великие воины. А стать великим воином может лишь тот, кто нанесёт удар другому великому воину. Меня окружили? Индейцы окружили Хесуса. У каждого из них в руках был куб – ритуальный посох для нанесения удара по врагам. Его связали. На первый удар мексиканец разозлился лютой бранью. На десятый лишь глухо рычал. Он успел насчитать 100 ударов, прежде чем потерял сознание. «Заблудшая душа?» – насмешливый тон разбудил Хесуса. «Вас оставили умирать, но наш спаситель направился к его пророка, чтобы он спас вас», – продолжил голос. «Какого ещё нахрен пророка?» – прохлепел Хесус. «Конечно же меня!» «И отныне вы будете сопровождать наше паломничество на запад!» «Спасение души вы отработаете помощью нам!» «Спасение души вы отработаете помощью нам!» «Вы ведь согласны?» «А у меня есть выбор!» – Хесус плюнул кровь под ноги пророка. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok